Корректирующие слои. Очень нужная вещь при ретуши сделанных снимков. Посмотрим вот на этот снимок. Это Jepic. Я намеренно взял не RAW формат картинку, потому что в RAW формат, который содержит больше информации, сделать это было бы легче корректировку. Но мы будем работать с Jepic. Я сейчас покажу только те корректирующие слои, которые я использую очень часто в своей практике. Практически использую все, но в нашем случае я покажу пока самые необходимые. То есть первый слой уровня. Здесь мы можем добавить темного и очень светлого. Видим, теперь сравнялись наши участки. На этом можем пока оставить. Далее полезный инструмент это цветной баланс. Цветным балансом мы можем в средних тонах поиграть, допустим с голубым. Вот. Я вижу, что так мне больше нравится. Пурпурный мне как бы не очень, но, во всяком случае, вы видите, что дает это. Также можно тени и также можно цвета корректировать. Мы остановимся пока на средних тонах. Допустим вот так. Следующий корректирующий слой это цветовой тон. Цветовой тон мы можем вообще по дикому изменять. Как угодно. И мы видим, что каждый из корректирующих слоев имеет маску. Мы знаем, что это значит. Мы возьмем сейчас кисточку с черной краской и проведем здесь. И мы увидим, что сквозь наш маски проступает прежний невзрачный фон. Ну, хорошо это тогда, когда мы, допустим, хотели бы изменить один из предметов какой-то. Ну вот так, в принципе, можно остановиться на этом. Посмотрим, что еще у нас есть. Часто я пользуюсь кривыми. Здесь мы очень легко и быстро можем поднять контраст нашего фона. Если мы видим, что мы переборщили на белом, к примеру, да, мы всегда можем инвертировать, к примеру. Это гораздо быстрее. И пройтись по нашему фону белой кисточкой. Тем самым высветлив его, вернув то состояние, которым он был, а наши предметы так и останутся не пересветленными. Ну и последнее, что я тоже иногда использую, я перевожу все в черно-белый. Когда мне это необходимо. Вот эти пять корректирующих слоев я использую очень часто и советую вам с ними тоже поработать. Ну вот сейчас, к примеру, мы могли бы остановиться на вот этих трех. Единственное, что я посмотрел в уровнях, еще бы поднял немножко средний тона. Вот так и все практически. Мы можем нажать на правую кнопку мыши, сказать объединить видимые и свести все на один слой, а эти два мы спокойно отправим в мусорное ведро. В прошлом занятии я показывал вам инструменты выделения. Они нам сейчас пригодятся для того, чтобы каким-то образом немножечко выровнять. Вот здесь есть артефакты остались выровнять фон. И сделаем мы это при помощи инструмента выделения Быстрое выделение. Есть еще инструмент Волшебная палочка, но он как бы здесь будет не очень хорошо работать, видите. Он работает тогда хорошо, когда цвета прямые, открытые. Мы сейчас возьмем при этом другой инструмент Быстрое выделение и пройдем вот здесь по нашим предметам. Видите, как красиво. И хорошо он все выделил. Посмотрим наши края. Уточним если надо. Сгладим чуток. Растушевочку сделаем. И скажем ей запомнить настройки ОК. Так как мы заниматься будем не нашими предметами, они нас устраивают, а фоном мы инвертируем его. То есть мы сделаем выделенным сам фон. Для этого нажмем Шторинг Шифт И. И мы видим появилось выделение теперь самого фона. И самым простым здесь будет не размытие по гауссу. Он даст нехорошие здесь края. Я просто-то просто возьму кисточку с помощью пипетки Замеряю цвет фона. И создав новый слой на этом слое, потихонечку уменьшив непрозрачность до 25 процентов, буду сравнивать наш фон. Вот так. Видите? Мы не потратили много времени. Здесь мы можем тоже. Но не увлекайтесь, иначе фон можно вообще замылить. Поэтому я пользуюсь такой непрозрачностью в 25 процентов. Смотрим. Да, все. Мы это дело поправили. Фон выглядит очень хорошо. И картинка наша выглядит хорошо. На этом наш урок закончен. Он был очень коротким, но я думаю полезным. И в заключительном нашем занятии, в следующем, я покажу инструменты ретуши. Оставайтесь с нами. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok